Итак, мы с вами рассматриваем теорию исторического поля. Я напомню, с чего вы начали. Я беру энергию взаимодействия электрона с решеткой, с электрическими зарядами, каким-то образом распределенными в решетке. Записываю так, ВКП от R для отдельного электрона, пока речь идет об одноэлектронной такой теории. И раскладываю эту функцию в ряд по полиномовым жанрам, точнее говоря, по сферическим гармоникам. Так, сумма по К и Ку. Так, дальше у меня БКК, комплексно сопряженные, это некие функции от R. И гармоники ЦКК от θ и φ. И где R, θ и φ, это вот компоненты в сферической системе координат радиуса вектора R. Я уже в прошлый раз говорил, что на самом деле с точностью до заряда и R в степени К, то есть если я вытащу из Б величину R в степени К, то я получу фактически мультипольный момент электрода, который так записывается. R в степени К, гармоника ЦКК, вот это и φ. Мультипольный момент электрона К-того порядка, или К-того ранга. То есть фактически это, можно сказать, разложение по мультипольным моментам электрона. Далее мы с вами говорили, что на самом деле это выражение должно быть инвариантом относительно симметрии. Относительно симметрии решетки, ну здесь надо точнее выразиться. Дело в том, что мы рассматриваем фактически какой-то определенный ем в решетке, хотя в принципе можно было бы говорить о кристаллическом поле не обязательно на узле решетки, а скажем где-то вместо этого узла, в любой точке на самом деле. Туда я могу посадить какой-то атом, ну не обязательно атом я могу туда даже, знаете, посадить, например, мюмизон. Он сейчас мюмизон широко используется для анализа электронной структуры. Мюмизон это тяжелый электронный, 300 масс, по-моему, точно, 300 масс электронной. И мюмизоны, они локализуются в решетке, ну как правило в междоузле где-то, так, вот видите, я слова хорошие сказал, где-то. Между прочим, мюмизонщики, ну которые занимаются мюэсэром, мюмизонным спиновым резонансом, или просто мюэсэром, мюмизонный спиновый резонанс. Это, между прочим, сейчас очень такое интересное и относительно новое, ну в новой смысле, там 20-30, ну, направление исследований резонанса. Вот, мюмизонщики сами не знают, где этот мюмизон-то вообще там садится в решетку. Ну, у них какие-то есть такие свои соображения на этот счет, так? Ну, как правило, они такие примерно, и, скорее, интуитивные. Вот, и исследование, значит, вот с помощью мюмизонов, это очень такой, сейчас повторяю, важный локальный метод исследования электронной структуры. У мюмизона спин, так же, как у электрона 1-2, а вот. Но, знаете, что супер важно, вот, вот, чем мюмизон от электрона отличается? Дело в том, что электроны, ну, вы знаете, они принцип Пауле удовлетворяют, да, вот. Мы будем с вами говорить, вот, в завершении курса о многоэлектронной теории, будем говорить о, там, детерминанте Слэдера, о требовании антисимметричности волновой функции относительно перестановки электронов. То есть, по крайней мере, будем говорить о эффектах, связанных с перестановкой электронов местами. Ну, а мюмизон, его же нельзя с электронами переставить, они же разные совсем частицы. Все электроны, они эквивалентны, их можно переставлять, а мюмизон с электронами нет. С мюмизоном тоже можно, но мюмизон там садится один, а ближайший у него там где-то так, далеко очень. И это очень важно, это означает, что часть взаимодействий очень сложных, с которыми связывают корреляции, корреляции, а корреляции сегодня, электронные корреляции, это один из таких эффектов, трудноподдающихся, вообще говоря, и юридическому экспериментальному исследованию. Так вот, для мюмизонов этого эффекта сложного нет. И мюмизоны, они вступают с окружением, у них спин есть, а значит и магнитный момент, вступают в магнитодипольное взаимодействие с окружением, не только. А для электронов там всякие обменные взаимодействия, Гайзенберг, там чёрт-те что сложного уже. Вот, посему мюмизоны широко используются. В принципе, повторяю, мы могли бы рассматривать историческую поле в любой точке. Ну, как правило, всё-таки мы рассматриваем узелы решётки. Ну, если так, то тогда, значит, мы должны быть уверены, что вот эта функция, этот гамильтаньян, эта потенциальная энергия, является инвариантом точной симметрии. Инвариантом точной симметрии. Ну, действительно, какой-то ион для нас выделенный, да, он сидит возле решётки. Ну, если вы как-то взяли вокруг этого узла, повернули там, да, решётку вас, то есть окружение перешло само в себя, ясно, что энергия взаимодействия не поменяется. Вот, или там отражение в плоскости, при которой вот эта точка, в которой узел, в которой сидит узел, идёт, тоже не меняется. То есть все преобразования точной симметрии, которые вставляют узел на месте, они, конечно, здесь отражаются легко. То есть я могу, зная закон преобразования гармоник при таких преобразованиях, посмотреть, как же у меня этот гамильтаньян преобразуется. И если он меняется, что это будет означать? Это будет означать, на самом деле, что вот эти вот функции в ноль должны обратиться. Вот, почему? А он не должен меняться, он должен быть инвариантом. Так же, как энергия не будет меняться, если его окружение переводится само в себя. Поэтому важно, что вот здесь входят только те гармоники, или их линейные комбинации, то есть комбинации гармоний, которые являются инвариантами, как говорят, точной симметрии. Инвариантами точной симметрии. Ну, мы с вами рассмотрели модель точных зарядов. Она хороша тем, что, во-первых, она даёт явные выражения для параметров B. Я напомню, в модели точных зарядов, МТЗ, тут по-русски пишу так, BKQ, это есть минус сумма по решётке, узлам решётки, дальше ZN E квадрат, ZN E квадрат, дальше на R N в степени К плюс единичка, дальше гармоника C, K, Q от θ N, FI N, это полярно-эзиментальные углы радиосвектора R, N, то есть фактически узла решётки, радиосвектора узла решётки какого-то, так? И что важно, это можно было написать здесь перед суммой, R в степени К, вот в модели точных зарядов, предположение, что R меньше RN, всех RN, помню, я напомню, что у нас эта формула получалась только в таком приближении, приближении, в котором мы фактически не рассматривали выход электрона за пределы первой колениционной сферы. Вот у меня узел, где сидит выделенный атом, ну, с электроном отдельным, так? Так вот, мы говорили, что ваш электрон где-то вот движется внутри области, ограниченной ближайшими соседями. Это означает R маленькое, меньше R большого, и вот тогда формула становится очень простой для параметров D. Ну, и в этом случае действительно, видите, удобно из B вытащить R в степени и так далее, вот тут прямо и в явном виде будет стоять мультипольный момент электрона, а B тогда в B останется просто параметр, параметр, это очень удобно, и поэтому иногда форма записи исторического VKP сразу заведомо предполагает выделение в степени K, и вот если вы встретите такую запись сумма по K и Q, B, K, Q, в области сопряженной R в степени K на C, Q, не удивляет это просто означает некую перенормировку вот этой функции B, просто перенормировку. Это, повторяю, разложение удобно чем? Тем, что в модели точных зарядов, когда у нас B просто числа, видите, никакой функции вообще этого, просто числа, очень удобно. Ну и во-вторых, здесь еще удобно то, что прямо в единицах заряда фигурирует мультипольный момент электрона. Поэтому, либо так, либо так. Единственное, минус здесь, раньше, вот эта функция B, от R, имела размерность энергии, это удобно. Здесь она, конечно, не будет иметь размерность энергии, причем, при разных LK, она будет иметь разную размерность, разную размерность. Это плохо, знаете, еще почему? Дело в том, что, ясно, что то, что называют величиной кристаллического поля, силой кристаллического поля, сила кристаллического поля, она вот здесь, конечно, сидит. Эти параметры, ну не параметры, это функции, на самом-то деле. но, кстати, вот по функции это говорить, связывать силу с функцией как-то не очень хорошо, не очень хорошо. Ну, я забегаю немножко вперед, сразу же скажу, что на практике мы будем вместо функции B, K, U, от R рассматривать средние радиальные, радиальные средние. Вот B, K, U мы будем переходить к радиальным средним. Они, видите, эти функции зависят от R-модуля B, K, U средние. На радиальной волновой функции, но ясно, что это уже будут в любом случае числа, имеющие размеры с энергией. Вот они-то как раз и будут характеризовать силу кристаллического поля. И это, конечно, удобно, скажем, если это величина порядка в электронном вольте, то же порядка одного электрона вольта, ну, будем говорить вон кристаллического поля при фиксированном К, ну, порядка кристаллического поля это удобно. А тут, видите, в этой записи у вас еще R-степени K входит и здесь трудно говорить, связывать величину параметров B с силой кристаллического поля. Кстати, вот этот термин сила кристаллического поля, он очень часто так вот рядышком всегда гуляет вместе с таким термином симметрия кристаллического поля. Симметрия и сила кристаллического поля. Вот эти два понятия очень важны. симметрии, они выше говорили, но сила, конечно, тоже важна. Я немножко к симметрии назад вернусь и мы пример просто давайте с вами рассмотрим. какой пример? вот так, давайте какую-нибудь конкретную задачу. Когда с вами будут такие задачи, ну, вот сейчас мы их решим здесь, в аудитории, а часть будет для контроля, как бы такой домашний. Мы просто будем брать не весь, не всю решетку, хотя по идее сейчас мы с компьютерами на короткой ноге и можно решетку задавать и значит давать такие задачки, скажем, найти параметры психологического поля такие-то, да? Ну, правда, это не совсем квантомеханическая задачка. Более такая вот квантомеханическая задачка, более квантовая задачка, она должна звучать примерно так. ну, вот у вас какой-то атом, вот, какой-то электрон в атоме, скажем, 3D, 4F электрон, вот, и вот вы должны рассмотреть, что с ним происходит в кристаллическом поле такой-то симметрии и такой-то силы, скажем так. Ну, чаще всего это будут эффекты типа расщепления, сдвигов энергии, и, собственно, то есть кристаллическое поле на это рассчитано, когда позволяет вам каким-то образом такую разработать регулярную процедуру расчета энергетического спектра ионов, атомов вот в решетках. Ну и, как говорят, электронные структуры, вот это сочетание электронной структуры и энергетический спектр, они все время тоже рядом идут, и вот какая-то механика понятна. Электронная структура функция энергетический спектр и собственное значение, а электронная структура функция, собственная функция. Ну, понятно, что в задачах по автомеханике то и другое, в общем-то, надо знать. Хотя, я много раз вам говорил, что во многих задачках достаточно, например, сосчитать только собственное значение, то есть спектр энергии. и в зависимости от того, чем вы в физике интересуетесь, иногда решают только ползадачки, энергетический спектр. Но иногда приходится и то, и другое считать. Я слушаю это сложнее всегда. Итак, мы с вами фрагмент рассмотрим. Давайте, какой самый простой вот такой фрагмент. Смотрите, вот атом у меня и два точных заряда. Вот у меня атом сидит и на оси, да? Два точных заряда. Зарядом, ну Z возьмем так вот. Z расстояние вот этого А, но это тоже А, скажем. Это такая симметричная довольно конфигурация. Вот давайте посмотрим, как симметрия сработает. Ну, мы с вами говорили, что можно ведь что сделать? Вообще, про симметрию не думать вообще. Ничего не думать. Вот у вас выражение, считайте себе и задумывайся симметрией. То есть, прямо вот решеточная сумма. Мы сейчас с вами то и другое посмотрим, как это все в натуре работает. Между прочим, знаете, вот я бы не стал заострять внимание на задачку вот на теории кристаллического поля. Если бы это не была такая вот задача полезная во всех отношениях. Знаете, как любая задача в университете, ну, мне так кажется, по большому счету, должна быть рассчитана на то, чтобы учить вас жить вообще вот. Ну, не физики, а жить глобально как бы проблемно. а потом уже такая специальная проблема. А что ты научишь жить? Кто-то научить, как испорно, хочешь жить, умеет в детстве. Кто-то говорил так. Не знаю кто, но я думаю, тоже вы слышали. В этом есть определенная логика, правильно? Так вот, чтобы научиться юридеться правильно, не в плохом, а в хорошем смысле, так? Вот мы у вас как бы учим этому. Теория исторического поля в этом плане очень, на мой взгляд, такая вот задачка очень плодотворная, очень такая, она разносторонняя, во-первых, в ней есть и то, и другое, там элементы как бы такой общей теории, электродинамика, тут же и есть там, вот упрощение какие-то и одновременно возможности, так сказать, заглянуть за пределы этих упрощений и так далее. Вот, ну и очень интересно во всех отношениях. Допускающие задачи допускать очень простые, например, ну и какая ситуация очень простая. Но с другой стороны, это может быть фрагмент решетки большой, да? Но если я вот этот фрагмент выделил, а ориентируюсь на решетку, на самом деле надо быть убежденным, что вот симметрия фрагмента воспроизводит симметрию решетки. А то иначе у вас как-то по этому фрагменту, тогда вы не скажете о симметрии всей решетки, а значит ее о симметрии вашего гамильданяна. Ну а отсюда что я могу сказать? Симметрия аксиальная такая, ось симметрии, видите? Ну правда, кристаллов с осью симметрии бесконечного порядка, здесь видите, ось симметрии бесконечного порядка, их не существует в общем, в природе. Ну а мысленно-то нет проблем. Ну и кроме того, молекулу вот такую, не кристалл, а молекулу такую, представить себе можно, ну молекулы из трех атомов, нормально такая вот. Ну какая вот молекула, что с трех атомной, чтобы была такая, ну не знаю вообще, ну какой может. H2O, да, нет, ну H2O это хорошо, вы утверждаете, что H2O там, вот так, вот так, у волокта 109-110 градусов, вот это. То есть там нет аксиальной симметрии. Ну ладно, то есть я имею в виду, что вот можно абстракт, конечно, задачку решать, можно рассматривать этот кластер, группу атомов, как фрагмент решетки, ну тогда желательно, чтобы симметрия кластера воспроизводила симметрию решетки. Ну или это будет просто симметрия молекулы. Ну тогда нормально все. О симметрии бесконечного порядка, кстати, в этом случае обозначает так, порядок оси пишем внизу, здесь все бесконечность. Ну давайте просто посмотрим, вот так вот, мы с вами говорили, что выражения для, значит, гамминалитарно-пистолетического хода должны остаться только инвариантные комбинации, то есть те гармоники или какие-то их комбинации, которые не меняются при всех преобразований симметрии. Давайте просто их так руками подберем, начиная с к самых мало, ну к равно нулю, мы с вами говорили, цель 0-0 это единичка, ну тут ясно, что эта единичка всегда останется, она при всех преобразований симметрии единичка остается. Поэтому к равно нулю это симметричная часть кристаллического поля, ну тривиально и очень сейчас ее вообще просто о ней забывают. На самом деле она важная, почему? Потому что вот представьте себе, как слагаемость к равным нулю, это центральное поле, а мы ведь с вами специально рассматривали, скажем, электрон, движущийся в центральном поле, вот, и часто случаи центрального поля, кулоновское поле в атоме водорода. Поэтому понятно, что если вы берете атом, где электрон движется в кулоновском поле, но помещаете его в кристалл и ограничиваете здесь к равным нулю тока, вы получаете центральное, но не кулоновское уже поле. Ясно, что это приведет вообще сразу к эффектам, ну какие, ну скажем, если в атоме водорода у вас энергия только от ЭН зависела, да, от ЭН не зависела, это было свойство кулоновского потенциала, ну понятно, что если атом водорода в решетку помещаете, моментально у вас появляется зависимость энергии, еще и от ЭН появится. И это будет следствие вот этого не кулоновости потенциала. А это уже такой качественный эффект. Ну хорошо, идем дальше. К единичка, по очереди все. К единичку. Но С, С0, С1, 0 или С1, плюс-минус 1, три гармоники, да, это гармоники нечетные, а у нас, видите, сидит атом, вот он наш, наш атом вот этот, он сидит в центре инверсии, в центре инверсии, инверсии элемент симметрии. Ну, другими словами, этот заряд, и этот заряд, видите, они связаны, преобразование симметрии, они здесь должны, ну, не компенсировать друг друга, отдавать одинаковые вкладки, конечно. А если я возьму слагаемь с К равным единичком, у меня эта гармоника будет менять знак. Давайте посмотрим по-другому, забудем про симметрию, а смотрим сюда. При К равном единичка, вот здесь вот, видите, ТТН, ФН, Н у вас, единичка, скажем, двойка, ну, то есть два всего атома. Но у вас радиус векторы для этих зарядов отличаются инверсии. Что это будет означать? Все остальное будет то же самое для них, потому что вот эти же модули входят, они одинаковые, а просто. Н равняется А. А вот эта гармоника, К равном единичка, для этого заряда и для этого знаком будут различаться. Ну, изначально просто в сумме, в сумме, в Н будет ноль получено. Видите, просто симметрию можно тривиально учитывать, просто считая в лоб в параметре В как У. Ну, К единица тоже выпадает. Двойка, С2, 5 гармоник. Значит, ну, тут уже четная гармоника, значит, в принципе она должна остаться, но тем не менее мы еще не использовали симметрию, ну, например, вот эту вращательную симметрию. Вращательную симметрию. Я напомню, что гармоники, гармоники имеют С, К, К, вот это Фи. От Фи зависят очень просто эти гармоники. Е в степени и Ку Фи. Вот как они зависят от Фи. И вот, представьте себе, у меня система координат, вот здесь я Икс Игрок, здесь у меня Ось Зет запущена вверх. То есть, понятно, что если я оставляю здесь гармонику с Ку отличным от нуля, она ведь она будет от Фи зависеть. Но дело в том, что у меня поворот вокруг АССЗ на любой угол. Это элемент симметрии. Значит, у меня не может гармоника с Ку отличным от нуля войти вот в это разложение. Истает только один вариант уравный нулю. Гармоника С2, 0. А гармоника С2, 0, как, впрочем, все остальные гармоники скоро обудуют. Они от Фи вообще не зависят. Но понятно, что при этом при поворотах вокруг АССЗ они меняться не будут, потому что они зависят только у была Т. Гармоника С2, 0. Это знаменитая гармоника 3 косинус квадрат Т. Это минус единица пополам. Это полиномный жандра П2. Но видно, что здесь у вас нет зависимости от Фи. И поэтому эта гармоника сама по себе является инвариантом, симметрильным инвариантом в нашем случае. Она не меняется ни при каких преобразований себе. При инверсии, когда вот этот перейдет сюда, а это перейдет сюда, углы ПТ-р поменять столько как бы местами до 0-и-пи, но косинус квадрат остались тем же самым. При поворотах угол ПТ-р не меняется. Меняется столько Фи. Так что видите, С2, 0, войдет все. И это будет первая нитриальная слагаемая. С2, 0, то есть обратить внимание, что при значит, при К равном 2, 5 вообще говоря здесь слагаемые должно быть, а вот симметрия вам только одно оставит. Идем дальше. К3 пролетает. Почему? Ничего так это. А здесь центр угол Син. Четверка. Ну там точно те же самые соображения, видите, те же самые соображения. Четверка. Только одно слагаемое. С4, 0 останется. С4, 0. И поэтому на самом деле для нашей задачки симметрия сразу говорит о чем? О том, что исторический потенциал вы можете сразу записать в виде такого усеченного или эффективного, эквивалентного, давайте я напишу сразу, эффективный гамильтониан. Он будет так выглядеть. Слагаемый с К равным 0, но это не просто В0, 0 от R. В0, 0 от R. Вот та самая функция от модуля R. Дальше слагаемость 2, 0 пойдет. В2, 0 на С2, 0 плюс В4, 0 на С4, 0 плюс ну и так далее. Плюс слагаемый дальше с К четным словами расскажу. Следующие слагаемые К четный это шестерка восьмерка десятка миллион миллион два и так далее. Но Ку должно быть равно нулю везде. Ку должно быть равно нулю. Вот таким образом мы получили то, что уже будет симметрийным вариантом. Симметрийным вариантом. Ну конечно мы задачу существенно упростили. Видите симметрия решетки в нашем случае упрощенной решетки. Симметрия решетки существенно может нам упростить задачку. Ну тем не менее видите все остается бесконечный ряд. Ну можно более сложную взять такую картинку. Более сложную ну такую тоже не менее интересную. Более сложные картинки ну какие. Ну вот скажем я возьму такую картинку квадрат вот эти задачки будут квадрат вот так квадратик а в центре вот мой заряд здесь Z все одинаковые а в центре мой атом с электроном то есть я смотрю комиссарический потенциал вот на центральном атоме в этой плакетке так и говорят плакетка квадратная ну кстати такой популярный пример такой плакетки плакетка копром а4 в купрадах который является высокотемпературным светопроводниками копром а4 плакетка видите 4 кислорода вокруг меди вот скажу вашу задачу поле рассчитать на ней но на самом деле здесь симметрия тоже есть ну правда вот я видите началось поиск отрисовать я взял поиск перпендикулярно плоскости плакетки ну правда это вообще это не обязательно не обязательно можно было бы Z как выбрать ну например вот так вот параллельно грибу плакетки параллельно диагонали плакетки ОСЗ но это между прочим тоже вопрос выбора системы координат выбора системы координат вот в предыдущей задаче вы же ориентировались на симметрию выбирая систему координат вот предыдущая задачка вы же ОСЗ вот так не стали выбирать а выбрали по оси симметрии вот я же не дарюй обговорил о том что все наши задачи они рассчитаны на то чтобы вас учить жить ну вот это простой пример того как вот ну надо поступать конечно можно так выбрать вы должны быть уверены что выбрав ось вот таким образом вы тем не менее получите то же самое что тот умник который выбрал вот вот это очень важный момент потому что как бы вы не выбрали систему координат да это ведь способ описания выбирает значит он может быть видите попроще а может посложнее в школьных задачах такая же ситуация но вы должны быть уверены вот это на мой взгляд очень важно вы должны быть уверены что на самом деле в том и другом случае ответ вы получите один и тот же но в одном случае вы его быстро получите в другом случае мягко 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 ну вот чем ну и вам не повезет думать еще надо как выбрать систему координат вот в этом случае сильно думать надо потому что здесь видите здесь осей симметрии несколько ось z ось четвертого порядка квадрат вот это вот направление ось второго порядка вот это направление ось второго порядка ну простой конечно ось z она ведь у нас ось з главное всегда так что-то говорили что она к Богу идет ось z выбирает по оси высшем высшего порядка по оси симметрии высшего порядка в данном случае z четвертого порядка она выше вот есть туда направить кстати вот какие упрощения то сразу даст вот смотрите вот сюда вам нужно будет считать вот эту сумму по четырем зарядам но посмотреть здесь для всех четырех зарядов вот этот угол это в этом случае это да ведь он будет везде 90 градусов очень удобно везде 90 градусов бы кстати вот в против в противном случае не так вот только фей вот это вот большой да будет отличаться ну скажем прогресс опять вариант как выбрать теперь оси x и y в этой плакетке есть два варианта есть либо вы вот так и выбираете оси x и дали его по диагоналям но в принципе здесь разницы большой нет ну скорее всего по диагонали надо выбрать да тогда у вас координаты этих зарядах наиболее простыми будут тогда ваш угол фи будет ну скажем если этого six здесь он боль потом вам и пополам потом пи пи да потом там три пи пополам ну и снова 0 тоже удобно вот такая ситуация выбор оси асимметрии ну а дальше вот считаете вот как здесь быть с инвариантами то же самое поехали единичка выпадает потому что здесь вообще все нечетные к выпадает через центр инверсии сидим слагаемость к равным 0 она всегда остается с к равным 220 останется 2 а вот куни равны нулю плюс-минус 1 плюс-минус 2 останутся здесь же ведь здесь у вас же нет уже симметрии симметрии поворотов относить любого на любой угол 6 4 c 4 они c бесконечности вот здесь надо хитрее уже смотреть хитрее быть но давайте вот так просто посмотрим смотрите вот у вас зависимость от фи я уже сказал что здесь вот у вас во всех гармониках вот этот угол это будет и пополам а ты только вот менять надо смотреть только вот эту часть гармоники и фактически складывать вот здесь видите сумма по n сумма по этим зарядам 4 она будет содержать так здесь а в степени а где будет расстояние вот до зарядов она одинаковая везде значит это будет константа все вытащится да и нужно будет только суммировать вот такое вооружение сумма по n е в степени и фи большое вот такого типа только сумму нужно будет она нетривиально пойдет а все остальное константы вылезать да вот эта сумма а как такую сумму считаю видите как вот нашим учат недаром там на первом курсе приходят математики бывал полтора ботаники нас учат иногда они нас учат таким правильным вещам вот одна из правильных вещей которые нас эти ботаники учат вот е в степени и пуфи чьи в степени идти какой-то да можно записать как некий такой вектор единичный на плоскости ну знаете какую дарить вот е в степени записывается как вектор вот у меня усилить да вот это игры вектор единичный вот сориентирован под углом фи вот это как раз такой векторное представление и степени эфи удачи очень просто вот я беру теперь эту сумму считаю здесь четыре вектора мне нужно складывать четыре вектора ну скажем я беру кур равная единичка скажем да есть степени и fit n вот поехали значит один вектор суда будет ориентирован другой вектор суда суда они всегда под 90 градусов ориентированы и что получится у вас при q равном единичка вы получите я прямо рисую график соответствующий этой сумме при q равном единице один вектор будет направлен по оси x ну скажем вот этот заряд потом идем против что вы стрелки вот этот заряд на и пополам смещено вот этот это значит давайте так вот первый второй заряд третий четвертый это у меня стрелки первым второму третьему вот она сюда будет направлено 4 вот туда пусть сумма 0 сумма 0 дальше куб минус нечем то же самое другую сторону вот двойка двойка интересные с ней уравняются двойки или минус двойка где в степени 2 и фи вы считает для этого ну так же вверху остается вот для этого здесь финна и пополам ну там два фигуре да еще на пень оп вот сразу это вот первое это второе даст они компенсируют друг друга у третий вот этот вот да вот он будет упадет 3 и в степени сколько это значит а в степени пить и в судя из отсюда пошло третьему там 2 пи еще попадала куда-то попаду здесь первые 3 но здесь будет 2 4 0 5 то есть видите при этом у вас слова хотя симметрия резко понизилась на самом деле да но при к равному 2 все остается всего только одно слагаемые скоро нулю по прежнему а вот дальше я почему-то пример привожу а вот при к равном 4 здесь уже нетривиально пойдет ситуация я в том что давайте ту же самую картиночку я разрисую случае суммы вот такой вот вот я возьму к равное 4 и q равное плюс минус 4 тоже ну легко проверить что вот прикол любых пробить плюс минус 4 нули будут а вот при q равном плюс минус 4 уже не 0 вот эта сумма уже нас не боль в нашей ситуации легко проверить смотрите опять же беру вот этот заряд ну для его фи равно нулю вот вектор будет беру следующий заряд 2 угол пи пополам вот здесь будет хуй плюс или минус 4 а 4 на пи пополам это 2 пи 2 пи это я сюда снова попаду то здесь и 1 и 2 тоже так дальше третий это пи угол так 4 пи ну так это опять же сюда попадут ли это же такой же вектор даст 4 минус пи да ну на 4 минус минус пи пополам минус 2 пи все равно опять же сюда то есть все четыре заряда вот в этой сумме дадут по единичке я 4 просто получу и все поэтому и при q равном плюс 4 и минус 4 . а нет не прав не прав здесь я слушаю при минус 3 q равном минус 4 вот эту стрелку уже в другую сторону будет направить правильно то что у вас будет е в степени а нет нет 4 минус а нет правильно то же самое то есть при q равном плюсе минус 4 одно и то же поэтому на самом-то деле та самая инвариантная комбинация гармонии будет так выглядеть это будет цель у тебя вот прям прям сюда напишу c40 останется а вот добавится еще комбинация плюс вот такая комбинация b44 на c44 плюс c4 минус 4 вот это будет инвариантная комбинация ну и 2 фактически но они одинаковые плюс и так далее то есть добавится одна еще комбинация которая будет обладать что-то не тривиальный тетрагональной симметрии тетрагональной симметрии вот как примерно так вот мы здесь не сильно вдаваясь детали симметрии но подхода там тюри групп всякой тогда просто на пальцы буквально вот эти строим варианты ну и наконец я остановлюсь еще на одном случае таком интересном это кубическое окружение вот я беру эту плаке . теперь еще сверху и снизу еще по заряду ставлю я получаю все заряды на одинаковом расстоянии немножко поднять вот так я получаю октайдр октайдр это пример системы с кубической симметрии симметрия октайдр и симметрия кубика они совпадают когда видите фигуры то разные асимметрия не совершенно одинаковые все элементы симметрии у них абсолютно совпадают кстати у кубика всего 48 элементов семейки 48 элементов семейки 24 поворотных еще 24 где повороты комбинируются с инверсией вот такой кубик кубической симметрии кубической симметрии я не буду вдаваться в детали вот только сюда вернемся теперь смотрите что произойдет c20 выпадет я в том что сейчас у нас нет симметрии аксиальной точнее говоря она есть но это симметрия максимум 4 порядка и кроме того у нас 3 оси 4 порядка 3 оси 4 порядка и легко проверить что вот это вот комбинация c20 гармоника точнее говоря и на вариантом теперь уже не будет вот этот у нас теперь все им меняется тоже так вот это слагаемые выпадает и параметр b20 просто можно просчитать ну любую траве вот возьмите сюда поставьте грамотику c20 3 косинус квадрат это минус единицы пополам и просуммируйте по окружению кстати это легко сделать смотреть на 0 как получится и так вот просчитайте такую сумму сумма по 6 теперь соседям от единички до 6 c20 вот это но от физ зависимости нет вот такая сумма войдет в параметрах b20 гармоника c20 3 косинус квадрат это минус единица пополам ну пополам можно выбрать она здесь во всех шести слагаем одинаковые 3 косинус квадрат это минус единица смотрим вот эти два заряда у них это 0 и и косинус квадрат единичка 3 косинус квадрат минус единичка двойка значит вот эти два заряда эти два заряда дадут каждый по двойке я условно пишу этот даст в эту сумму двоечку это тоже двоечку поделить пополам единичку да теперь вот эти все заряды для них это без везде и пополам везде и попола считая не чуть а каждый üzer 0 тогда будет минус единица 3 коси в нас квадрат это минус единица минус единица минус единица минус единица минусе 1 минус 4 а pay видите плюс 40 то есть вот эта сумма в случае нашего оптоядрического окружения 0 равна это означает что соответствующие параметр b20 в 0 обращается это слагаем можно выбросить а вот с четверкой то сложнее тут оказывается что вместо двух слагаемых одно останется вот оказывается инвариантной комбинацией гармоник с к равным 4 оказывается следующая комбинация это комбинация вот из этого из этого вот такая комбинация корень из вот так и по-другому все 40 плюс корень из 5 14 как ни странно c44 плюс 4 минус 4 вот эта комбинация она ведь не простая я бы сказал так что ее вручную найти не так просто видит корень из 514 вылезает чего это я клоню потому что на самом деле для поиска вот таких вот инвариантной комбинации ну на самом деле используют уже аппарат симметрии теорию симметрии то есть теорию групп в теории групп есть регулярной процедуры строить таких инвариантов он должен проверить что вот эта комбинация при всех преобразования в кубике не меняется является вариантов а значит смотрите что у вас получится в случае кубической симметрии и здесь напишу кубической так у вас это разложение так вот выглядеть вот я там ладно сотру значит b00 и следующая нетривиальная слагаемость четверки только начнется пусть b40 ну а дальше вот прямо эта комбинация пошла c40 плюс корень из 5 14 c44 плюс c4 минус 4 вот как она будет и так далее ну сагаемые с к равным 6 8 10 и так далее то есть видите симметрия стала выше потому что с предыдущем случае имеют ну и конечно здесь симметрии накладывает более жесткое ограничение на параметры и первый нетривиальный оказывается по 4 появляется только 4 вот я проиллюстрировал то как симметрия окружения сказывается на виде гамильтония на кристаллического поля а сейчас мы перейдем к симметрии электронный сайт ведь на самом деле мы с вами до сих пор пантовую задать собственно не рассматривали то есть речь идет вообще по решетке о потенциале это электродинамика вообще буквально то что мы занимались даже не электро электро статика или просто не правда я бы сказал хорошая электро статика то есть электро статика привязанная конкретным системам вот это очень важно причем потому что одно дело когда мы просто так учим электростатику по книжке там не знаю какую ну какой-нибудь батыгин-топтыгин-топтыгин-топтыгин-топтыгин мне всегда нравилось такое сочетание батыгин-топтыгин-топтыгин такая основательная книга фундаментальная то есть там все-таки какие-то такие задачки рассматриваются скорее абстрактны ну и я бы сказал так что они не обстоят часто но связь с какой-то конкретной задачкой физической актуально сегодня скажем иногда не так просто найти очень простые вещи с которыми мы постоянно сталкиваемся ну с твердыми делами решетки там всякие и так теперь давайте посмотрим как это кристаллическое поле влияет на электронное движение на электронное движение начнем рассматривать такую простую немножко абстрактную задачку атома-дорода в решетке атома-дорода в решетке и так начнем смотреть из состояния электроны как как этот кристаллическое поле на из состояния электрона действует бусина из электрон на д на п электрон на д электрон и так вот так вот так вот поехали и вот сейчас мы с вами решим на мой взгляд совершенно уникальную задачу задачу знать как вот мне всегда казалось что в школе можно на физике а впрочем не только на физике на математике взять там чаще бывают общество знания биологии нет ну по крайней математику и физику школе можно преподавать на примере одной всего задачу выберите кого задачку из механики вот я не всегда нравилась задачка движения тела брошенного к другому там уже об этом говорит то есть просто вот на примере этой задачки можно рассмотреть принципиальные моменты по всей физике школьные меду физики ну конечно может быть не не это мнение атомной ядерной физики так но по крайней мере механики то все точно но на этом примере можно рассмотреть некий такие методологически я бы сказал вопросы которые то есть уж к любой физики включая там элементарные частицы включая например выбор системы координат в разные способы описания системы разные представления как карты механики говорят а также и здесь вот мы сейчас вами рассмотрим одну задачку на самом деле это будет задача его движение по электроны историческом поле то есть по электрон в решетке вот такая задачка но перед этим через электрон надо рассмотреть с электрон в начале в изложении когда для пешеходов то есть такая квадро механика автор липкин 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 через панту механика вот у него там на счет есть такие главы глава ну например там скажу там соотношение непределенности вот и глава в соотношении при изложении для пешеходов он без изложения пешеходов начнем как раз ну то есть я хочу просто показать чтобы многие задачи включает в общем-то приличную задачу из панта механики их можно решать достаточно просто вот причем это могут быть задачи актуальны не просто опять же какая-то там абстрактная такая простая задача не этот актуальной задачи итак начнем с электроны да во первых дать все-таки какие-то там квадромеханические соображения сложим мы же с вами эти задачки решаем как пример на теорию возмущения и так значит вот у меня гамильтаниан атомов кристалле это есть гамильтаниан свободного атома плюс этот самый гамильтан кристаллического поля вот так мы будем рассматривать наш атом это гамильтан свободного атома водорода это взаимодействие с кристаллическим полем решетки то есть фактически мы как бы решаем задачу теории возмущений для электрона вот в таком поле внешне бкп причем я буквально пару слов скажу представляете себе вот у вас есть какая-то решетка или молекула я вытаскиваю один электрон ну скажем на каком-то центральном скажем атоме выделено мной вот и смотрю поле которое создают все остальные электроны на выделенном вот такой ботаник отличный вот я раньше раньше были такие вот есть до сих пор у меня со слов ботаник сочетаю продавней на памяти несколько ботаников есть вот с одним ботаниками я постоянно нашим выпускником постоянно общаюсь в электронном журнале он живет сейчас в израиле работы но в электронном журнале все время статьи выдает причем каждый день по статье но правда он одну и ту же статью все время там ее меняет немножко вот корректирует чего-то так и я правда понимаешь он это дело специально вот то есть каждый раз напоминает он об этой работе там чуть немножко поменять раз приплэйс приплэйс мы делаем вот я даже на вооружение как-то раз эту методику взял вот послал статью в электронный журнал а потом она мне вышла журнале в обычном но я взял думаю сейчас реплейс вот сделаю все-таки еще раз увидят эту работу вот и там есть такой реплейсмент в котором я просто указываю журнал в котором эта статья вышла для журнала ну я плесно сделал следующий день смотрю но должна статья выйти в реплейсмента говорю нету ну чё ж у тебя тут ее посылал посылал с целью журнала еще раз засветилась и ее нету тут вариант посмотрю старый старый вариант старом варианте появилась там внизу надпись что там опубликовано уже надо письма жить такой ты все то есть реплейсмен у меня не удался просто в первом варианте статьи просто добавочки такая появилась вот я сейчас думаю что надо еще что делать написать например что там добавлено что-нибудь пара строк новых там или ссылка какая-нибудь и снова запустить что на самом деле народ знаете как сейчас не только физики но и другие они склонны с одной стороны к изобретению велосипеда а с другой стороны плагиату вот лисея николаев бабушкин вернулся только что из из питера так как бы это было министерское совещание по насчет организации научных исследований такой там замминистры выступали там и так далее ну я кстати у лисея николаевича спросил в россии конечно вот эти замминистра там у них среди них есть люди такие вменяемые у нас немножко разные оценки общественные нашу душу скажешь хоть один есть это знаешь что ни одного одного бы нашел не подобные на самом деле самих меняем это это соболев начальник лавка сейчас это вот интересно между прочим соболев знаете вот тут у кого физик из купи зав кафедры математики он так и до сих пор остался в самом деле сейчас пранг-дизайн министра образовали начальник главка и азов кафедры математики это так кафедра математики в упи больше да где сотрудники практически все это выпускники нашей кафедры кафедры физики либо нашим отмеха там работают кучу наших герантов выпускников преподавателя и долгие годы эту кафедру возглавлял доцена чекать вот так вот сейчас соболев в таком раме сайте себе да за минус так вот бабушкин говорит пожалуй единственный соболев меняю ли ну действительно все-таки соболев физики я так подумал что да хотя ливанов министр образования сейчас тоже физик более того я так посмотрел послужной список я смотрю мы с ним одинаковыми вещами занимаемся теории сверхпроводимости правда так подумал что странно закончил с устали сплавов какую-то кафедру в которых тело физики никого отношениями защитил диссертацию вот по теории сверхпроводимости чем интересы только его защитился сразу в министерстве большим начальником стал правда не всегда если бы подозрение начинаешь смотреть то у него папа мама нашего ливанова папа большого человека я не знаю может это очень вот за тем не менее вот этот ливан сейчас министр нельзя вы видели его или нет его где-то на думе вытащили и спросили что он думает насчет хиджабов в этой самой ставропольской школе какой-то там директор что запретила хиджаба появляться вот вы посмотрели как он лепетал дело в том что писать себе у него начальник есть а начальник еще по этому поводу ничего не сказал так а его уже спрашивают хуже для такого чиновника представить ситуации невозможно он просто лепетал такой бред какой-то вот типа так вот это вот надо и так далее вот это наш министр мы еще как час алексей николаевич сказал и я так давно понял что мы еще фурсинку нашего будем вспоминать как нечто такое из ряда вон выходящих смысле положить кстати на сайте министерства уже висит я не видел я так на сайте министерства не захожу никогда хочу смотреть на сайте министерства уже знаете лежит программа егэ для вы догадитесь для кого-то для вас программа егэ я думаю вам даст еще избежать этой егэ экзаменов хотя четко знаю ведь они обычно как как вот сегодня выходит приказ о введении позавчера программы егэ ну так я условно так не исключено что в мае или в июне может выйти приказ в введении егэ для вас то есть прямо перед защитой и дизайн вот тогда вы попоете друзья вот вам будет предложено егэ я знаю как это егэ даже вопросы занимались ну так получу вот пишешь например вопрос спект энергетический спектр гармонического сценитора вот так вопрос да а внизу как беги ответ первое второе третье четвертое пятое е равняется вы поняли да это эгэ называется и причем я бы так сказал что видите это вообще более-менее я же берега любит никакой не написал какие-то приличные варианты вполне я думаю что я бы выражаясь современным языком мог бы срубить вот на программе егэ по физике ну патами ядерные и кванкомеханики большие деньги я в том что эту программу егэ для вас разрабатывал какой-то ну тараканский институт там ребята они выиграли проект на создание нормальный преподаватель вообще просто плюется и все они срубили деньги проект в чем проект несколько миллионов и думаю как минимум подготовку вот этих вот программ егэ и вот сейчас эти программы егэ созданы в тьму тараканском этом самом начале но тоже нервный университет называется бывший какой-нибудь колледж сельскохозяйственных вот они сейчас вам это все выдадут так что фурсинку мы еще поменим дел ситуация только хужая вот такая ситуация это про егэ всякие там и прочее 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 и так а зайдет все еще вот эту я вам написал а дело в том что все время вот на втором курсе если как сейчас сейчас я не знаю даже на втором курсе у нас была такая практика называлась радиопрактика пройдет практику короче говоря там народ учился понять на что-то схемы какие-то и так далее и вот ну чтобы это все не просто пропадала кто-то умный из кафедры то ли общей физики то ли магнетизма придумал делать экзаменаторы электронный экзаменаторы вы догадите такой наш пластмассовая такая коробка там лампочка есть вот выключатель день 5 кнопок 5 кнопок вот и значит колода выдается на колоде написаны вопросы и вот ответы его ну вы включаете там номер колоды номер карточки 5 карточку вопрос читаете потом нажимаете кнопку который соответствует правильному ответу ну если правильно там загорелась лампочка берете другую карточку там еще вопросы и опять также вот такие экзаменаторы были электроны и делали на втором курсе было много довольно сейчас выкинули хуже ну и на всех как бы заставлять давайте внедрять я просто вот ради интереса тоже на квантомеханика на задачку такую штуку вел чем было интересно я помню это было в группе сейчас среди выпускников в этой группе ну скажем один проектор в этом сам вот академика службы бывший нашим преподавателем ну и так далее там раз ребята они вообще разбрелись там даже сейчас большая часть бизнесмены вот и было страшно интересно все только не добежали там вот этот раз и раз и раз но быстренько поняли что в принципе если просто наугад вот так ты чё что тройку все равно получишь ну и тогда было очень весело вот я так понял что весело но больше ничего так где-то на втором и третьем занятии все прекратили выбросить знаете вега на самом деле как бы есть определенный плюс такой так но действительно если это рассматривать как как некое такое дополнение веселое дополнение экзамен настоящего просто чтобы проверить насколько быстро скажу вы можете правильный ответ там отсеять от неправильно как ты тогда в зависимости от того как вы составите ответы лихать можно составить очень близко к истине можем по глупому делай совершенно так и так далее то есть что-то можно выяснить ну конечно заменять экзамены как сейчас сделано так тем больше наружу ушло и у нас так сейчас у нас вся школа приватилась некие курсы по подготовке к за череде смешно же просто на самом деле эта система от американцев идет так но она как бы рассчитана знаете на мой взгляд я почему об этом говорю у меня . заканчивала школу в америке десятый класс чем в таком штате нью-мексико ты где бомбу взорвали там вот такой штат нью-мексико мексиканский штат одни мексиканцы в классе вот так вот на мексиканцев она рассчитана как то есть это вот у них значит они учат готовится к егэ я сам просто знаю потому что вот ее подружка моей дочери она к нам приезжала и готовилась к егэ прямо я помню мы в москву провожали вот она на полке в поезде лежит книжку открывает по физике как раз и читаем к пунктам я раздел ядерной физикой и вот там действительно так вопрос а потом несколько ответов и вот она там еще таки прогоняет там в пособии там сказано который правильно вот она смотрит а правильно когда как бы готовится ну это вот рассчитаны на людей которые для которых получение вот этой первой первого уровня как бы да ну пошел эту школу с трудом вот и все то есть на самом-то деле это же не учим не творчество ничего это некий такой вот некое натаскивание плюс вот ну какие-то навыки при этом отрабатываются для дальнейшего в чем-то они полезны конечно все равно итак идем рассматриваем спектр вначале рассматриваем спектр свободного электронов электрон свободного атома водорода еще вот 1с состояние 1с состояние дальше состояние н равным 2 там 2s 2p 2s 2p ну и так далее спектр вот так примерно выглядит ну и так далее это когда у меня свободный атом водорода в кп равно 0 а вот теперь я включаю историческое поле пришел к историческому что происходит вообще мы с вами говорили о теории возмущений что происходит уровне могут сместиться просто то смещение энергичного он может произойти с изменением волновой функции писать на 1с уровень singlet singlet ну что все может произойти но просто сместиться да и все вот я вниз его сместил ну чаще всего не смещается но рисуют чаще всего именно смещение вниз вот у вас надо задача найти вот этого смещения так поправку к энергии первое второе пятое десятое приближение скажем так ну и волновую функцию новую вот была фи 1с скажем так здесь psy 1с это есть фи 1с плюс добавочка там ничего по теории размещения вот начинает развиваться теория размещения 2s уровень такая же картина да кроме то видишь что если я учту сферически симметричную часть кристаллического поля у меня сразу энергии 2s и 2p состояние уже будут разными это очень важно поэтому здесь как бы можно выделить два этапа действия кристаллического поля отдельно записать сферически симметричную часть собственно для с электрон только она и работает лес электронов же про кризис сферически симметричным распределением заряда поэтому можно было бы здесь так нарисовать вот это вот вы копы не равны нулю но только сферически симметричная часть когда вот так будет выглядеть об 2s уровень 2p уровень просто они расщепились 2s отдельно 2p отдельно ну и так далее это сферически симметричная часть то есть это к равно нулю слагаем а вот теперь я беру то что назвать анизотропной частью кристаллического поля то что анистропии будет соответствует то есть как неравнее нулю беру ну и что для с состоянием к равно нулю единственные слагаемые и ничего ничего не произойдет с 2s тоже ничего не произойдет а вот 2p а вот 2 в этом и как раз сейчас поговорим что же с 2p произведем по действиям исторического поля и так но я начну опять же я уже говорил с изложения для пешеходов на самом деле физика все-таки наука такая экспериментальные если вы как пешеход не понимаете объяснение того или иного эффекта но это 22 означает два варианта объяснение этого до либо вы такой тупой либо приподню кто-то вам объясняет тупой кто-то из вас значит твой двоих вот не понимает ну я бы сказал так что чаще бывают второе а второе то что это тот кто объясняет тупой то есть ну что значит тупой но он не может объяснить вам а из-за женщину сам глубоко не понимает вот это вот такая ситуация но кстати видите понятие тупой она уже как она же тоже относительно меня есть вопросы которые я очень легко объясняю я в них спец так далее есть вопросы у которых я не спец я значит не могу объяснить вот на уровне для пешеходов там я тупо душу дела все вот так вот и бывает жизнь такая она пестрой нельзя же быть во всем вообще и так вот я беру 2p уровень но плюнем на всякое кристаллическое поле там всякие теории возмущения гамильданиана и так далее вообще просто рассмотрим п уровень п уровень и вот я нарисую такую диаграмму вот начну с п уровня в свободном атоме и оставьте вот так вот справа пустое вот таких вот палочек будет сейчас скажу сколько раз два три 4 4 4 5 палочек а вот теперь я включаю видео на каждом уровне я буду включать поле да еще и разные симметрии теме буду постепенно понижать и так вообще кристаллического поля нет п электрон свободным атом ну все трехкратно вырожденный уровень это очень важно трехкратно вырожденный уровень ну про состояние мы с вами знаем 3p состояние которого этот трехкратно выраженный уровень формирует это px п y пz состояние соответствующие функции ведут себя как x y z то есть три компоненты вектора фактически это векторные функции же три компоненты вектора и так я буду работать именно вот с этими функциями не сносиме видово такого си и пм и единичка ноль плюс минус один то есть буду не стенка 0 плюс минус один как говорят не с lm функциями работать а в данном случае с декартовым представлением этих функций пx пx пz ну вот смотрите в свободном атоме ясно что поскольку сколько вообще никакое направление не выделено ясно что все эти три состояния имеет одну и ту же энергию без вопроса а вот когда я включу и так вот здесь вот у меня вы кафе равно нулю а вот я теперь включу в кафе кубическое кубическое попасть и себе что вы п электрон вот атом водорода с п электрон загнали в кубик центр или октайдов центра кайдер посадили симметрия кубическая но что интересно оси x y и z естественных выбрать по осям в кубике по сям четвертого порядка по самому высокосимметричному направлению они все эквивалентные друг другу вот пошел анализ как я сказал для пешеходов если симметрия кубическое то все три направления x y и z остаются эквивалентным может при их состоянии по энергии отличается от поиграть плюс x и в их направлении эквивалентный будет из короче говоря возьмите поменяйте усе x и y местами но в кубике то ведь ничего не изменится симметрия это та же самая уверен окружение тем же самым останется зачем все три на про все три состояния по прежнему будет иметь одну и ту же энергию правда при этом энергия вот этого триплета может целом поменяться ну ниже скажем так и так все три состояния по-прежнему будут совпадать по энергии но их энергия может отличаться от энергии состояния в свободном атоме вверх или вниз ну кстати вверх или вниз от чего зависит ну представьте себе вы окружили электрон п электрон отрицательными зарядами но сам отрицательные по заряду еще он будет отталкиваться вот окружающим зарядом да отталкивание до положительной энергии значит вверх полезет а эта картинка она соответствует как бы притяжению а значит что вы окружили ваш атом с электрон положительными зарядами в этом случае или дочь будет не притягиваться и соответственно энергии понижать это тоже очень важно все говорят отслеживать здесь выше ниже когда выше когда ниже давайте кстати одновременно все-таки за этим п электрона будем как-нибудь отслеживать то есть ну какой прибор за его свойствами прибор я возьму очень простой дело в том что п электрона орбитальный момент единичка да ну и у него есть уже заряженный или протон то да у него из магнитный момент орбитальный магнитный момент и дратья как бы в качестве приборов от такого внешнего контрольного магнитное поле возьму ну да те посмотрим как ведь ведет себя этот перед террент анбив на поле в этом случае в этом случае хорошо в этом случае включая магнитное поле тут воду каждый из вас скажет ну конечно арбитальный момент по полю выстроиться магнитно-орбитальный момент по полю выстроиться в чем для меня очень важно точно по полю выстроиться а как еще ну точно по ну самое интересное что ведь поместили в кубических исторических более у вас все три состояния по-прежнему я по-прежнему магнитно поле орбитальный магнитный момент выстроиться по полю по полю я почему об этом говорю потому что дальше то вот этого уже не будет то есть вы должны представлять себе что исключена ситуация когда я магнитное поле включаю скажу вот по оси z вверх да а момент будет смотреть пассив перпендикулярные или под углом как-то может такая ситуация будет но видите как вот магнитчик и же магнитчик магнитчик должен так сказать ну может быть но магнитчик всегда представляет так что если поле достаточно сильное то всегда магнитное поле в момент повернул к полю в пределе поле бесконечности усы милю да конечно это остается без вариантов без слов но тем не менее вот в этом случае какое бы поле не было питание магнитный момент выстроить будет выстраиваться по полю то есть нет никакой назовем так магнитная низотропии нет никакой магнитной низотропии идем дальше давайте кубик кубик хорошо вот в кубике сидит у меня атом водорода с по электрон а теперь возьмем кубик по оси узет скажем вертикальный чуть растянем или сожмем симметрия понизится сразу так до тетрагональной в кубике сжали растянули все доля си z я растягиваю и сжимаю вот теперь я пишу здесь в кп тетрагональные здесь еще слово тетраэдра тоже тетру и тетрагональный тетраэдрический тетрагональный но здесь вот тетрагональный то есть это у вас означает что из трех осей четвертого порядка в кубике до 1 только осталось вот это за после 4 порядка теперь выделено а x и y направлений остались эквивалентными что-то для нас означает опять же изложены для пешеходов вот у вас три состояния пx 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 ну и x и y направлений остались эквивалентны могут при этом и x и y разную энергию бить нет у x и y эквивалентными остались но зерна теперь вас выделено направлений значит вот теперь pz будет отличаться по энергии вот этой пары лишь у вас произойдет расщепление на синглет состоянии пz и дубле состояниями двумя пx 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 который из них будет ниже по энергии вот очень важно видите здесь я же все-таки изложение пешеходов а по просто такой не праздник далеко на звонок-то 35 позять внизу или px и y вот этот дублет внизу ну я бы так сказал что например для магнитчика вообще вот один из этих вариантов это катастрофа просто сейчас я вам объясню взять я наугад возьму вниз пз а вот вверх дубле пx пыль и так вот это вот пx пыль состоянии вадим все-таки отдельно пx пыль а вы этот пзль состоянии после произойдет но это что означает опять же все во многом будет зависеть вот от того сожмете вы или растяните кубик легко догадаться что если же сжимаете вот эта ситуация то растягивайте и нужно будет местами переставить это очень важно тоже замечали чем это связано ну дело в том что видите вот позит состоянии а мы с вами об этом уже говорили распределение электронной плотности вот так вот выглядит красивее нарисую вот позиция стоять вот я возьму кубическую симметрию такую тетраэдр да у меня октайзер проще вот видите вот я взял скажу пусть эти заряды будут у меня отрицательные ну отрицательные после отрицательным это электрон тоже отрицательный заряд если вот эти вот зарядники у меня сюда сдвинулись все симметрии кубическое нарушилось актерический люди кубических но не отталкивали возросло значит энергия вот этого состояния стало выше а мне ниже ну значит моя картинка соответствует не сжатию растяжению ну а на пx пx состояние это растяжение сжатия слабо сказывается вы можете практически не искать почему а потому что картинка распределение плотности вероятности для них это вот эти гантельки только по осям x или y то есть там видите плотность как раз вдали тем заряда энергия вот в этих состояниях она зависит от положения вот этих зарядов а ими поставляют поэтому вот эта картиночка соответствует при отрицательных зарядах растяжению ну а если мы сжимаем все наоборот надо переверните вот теперь смотрите чему ты приведет для магнитчика опять же игру магнитное поле вот эту картинку теперь проверяют что же там интересных произведет п.з. п.з. п.к. и п.к. и п.к. и п.к. это три нетоковых состояния п.к.к. п.к. 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 это три нетоковых состояния все три функции вещественные мы с вами говорили рассматривая раздел плотность потока вероятности мы говорили с вами что плотность потока вероятность в состояниях описываемых вещественными функциями нулю равна то есть это не токовые состояния а если это не только и состояние в позиции состоянии значит и момент магниты тоже 0 то то есть это состояние не магнитно не токово не магнитно а вот эта пара ну из пx и пy я могу образовать состояние с м равным плюс минус один вот эти вот два состояния с м равным плюс минус 1 вверх так запишут плюс минус 1 это после линейной комбинации пx и пy это комбинации пx плюс-минус и пy а это токово комбинации это замечает что вот этот дублет он токово ли сам на самом деле но состояние с м равных плюс минус 1 то что за состояние это станет который орбитальный момент ну проекцию не максимальный он направлен либо по оси z либо против оси за то вот так орбитальный момент значит магнитный момент только по оси z направлен что-то зачать это начать что если вы включили магнитное поле то вот этот уровень вообще не магнитный на поле не отвлекается а вот этот уровень будет расщепляться в магнитном поле то есть эффект взаима надавать так но при этом будет возникать у вас магнитный момент ориентированный независимо от ориентации внешнего поля только по оси z вверх или вниз очень интересная ситуация такой магнитный момент называет изенгерским магнитным моментом то есть магнитный момент который может быть ориентирован только в доле определённая 7 называет изенгерский по фамилии и зенка то есть это фактически состояние с изенгерским планеты момента но смотреть если температура равна нулю вас до у вас это станет а не заселена засенную только в вот это состояние ну и значит учить все магнитный момент орбитальный магнит пропали у вас среднее значение орбитального момента состоянии pz это 0 среднее значение станет и орбитальную и магнитного момента и магнитного момента в этом состоянии это 0 то есть мы говорим что в этом состоянии орбитальный момент просто заморожен полностью а вот состояние по экспедиции в этом дублете орбитальный момент частично заморожен видите он все-таки отличен от нуля хотя в отличие от предыдущей ситуации он теперь не ориентирован по полю обязательно не может произвольно быть ориентирован только по оси z только по оси z а вот здесь чем она связана видите с осью симметрии поэтому здесь кристаллический электрическое поле фактически управляет управляет ориентацией магнитного момента очень интересная ситуация очень интересный своеобразный необычный магнитоэлектрический эффект или лучше сказать электромагнитный хотя так не говорят слова электромагнит привязано электромагнитного поля только вот эта картина может дальше пойдет смотрите теперь я беру и из кубика делаю спичный коробок то есть симметрию тетра нет это гонально а ромбическую делу симметрию и так в кп в кп ромбическая ромбик ну это что означает вот если в октаве это означает так скажем здесь растянули жаль еще по какой-то оси тоже растянули жаль только на другую величину когда у вас все три оси становятся неэквивалентными и что это означает это означает что вот и по x и по y пристань тоже имеет разную энергию и вы получите картинку вот такого вида ну как то вот так я изображу то все три состояния pz ну скажем п x по игрок теперь имеет разные энергии каждый из этих состояний соответствует нулевому орбитальному и магнитному моменту ну я про спины говорю спинт остается конечно а вот речь пока идет про орбитальный момент то есть здесь мы сталкиваемся с полным замораживанием орбитального момента полное замораживание ну по-английски говорят в этом случае переводит замораживание как квенчинг кончик кончик вот так вот слово пишется твой миша глагол такой хвенч хвенчинг замораживание фризин какой-нибудь так вот ну а если вы в поле магнитное включаете ну так вообще вот ничего нет и не отвлекается на магнитное поле ну правда я только что говорила что магнитчик каждый понимает что если польза достаточно сильной то все равно в один ты момент будет приближаться к направлению поля а зачем на 1 а будет а во-вторых будет приближаться к направлению магнитного поля давайте теперь посмотрим что значит достаточно сильное поле вот эти вот видите сдвиги расщепление они характеризуют силу электрического поля вот этого кристаллического поля до силы электрического поля если ваше внешне магнитное поле точнее гряза и Reason Are onions ski энергии его существенно меньше вот этих расщепления значит существенно меньше кристаллического боля по величине так вот тогда мы можем говорить о замораживанию то есть тогда у вас это поле настолько будет слабым что она не приведет в высших порядках теории сгущения эффективного перемешивания состояния ну например проекции появились я в том что как только мы перемешали состоянии прийти прийти у вас сразу возможно появление орбитального момента и и магнетизма также по из и bz перемешайте с такой фазы мнимой так у вас снова появится орбитальный момент и парни ты соответствующий момент ну а если поле достаточно сильное теперь давайте так сделаем забудем про кристаллическое поле а включим магнитное просто поле посмотрим что магнитное поле дает ну и тогда мы будем знать что в пределе сильного поля картинка нам будет известно потому что если поле сильный намного сильнее вот этих эффектов то именно магнитное поле будет управлять структуры энергетических уровней вот я справа нарисую эту картинку посмотреть и так рисую картинку значит без кристаллического поле ну я вот так сделаю пунктирчик проведу вот этот уровень года сюда так и вот теперь я включу магнитное поле электрического кристаллического поле нет включая магнитное поле ну а обычный эффект взаима у вас три состояния видите с проекции 0 плюс минус 1 . картинка будет выглядеть она вот как будет выглядеть это состояние с м равным нулю прямо пишем м равно нулю дальше ну должен я пока пунктируем это вот так вот намечу это состояние с м равным плюс 1 это состояние с м равным минус один обычный эффект взаима на вот как вот в поле ведь вот это будет случай слабого поля по сравнению с электрическим вот это уже сравнимые ведь занималась короче плей сравнимо с кристаллическим поле ну а это уже существенно больше и как вы думаете как будет выглядеть реальная картинка если я включаю и то и другое работает так теперь смотрите вот это я убираю ясно что при малом поле все будет определяться электрикой а чем поле сильнее тем эффект магнитного поля будет сильнее вот видите вот я стираю область как раз я несравнимы и перехожу к области где все будет определяться магнитным полем здесь вначале будет все определяться электрическим полем так вот как гординка будет выглядеть ясно что теория смущения вот она должна здесь очень работать не тривиально потому что здесь как раз у вас эффекты оба сравнимы то есть к чему ты приведет потому что вот пока у вас поле слабенькая вот еще раз вернемся вот сюда вернемся да более слабенькое было все определялась электрическим полем и орбитальный магнитизм был заморожен вообще но когда поле стало достаточно сильно мы вернулись видите к обычным магнитным состоянием вот в этом состоянии магнитный момент орбитальный по полю полностью максимально в этом состоянии против поля но здесь если говорить по классике перпендикулярных полю людям равно нулю но это понятно предел очень большой бесконечно большого поля в этом у вас картинка будет так выглядеть вот это бесконечно большом поле момент выстраиваться по полю дальше если у меня кристаллическое поле достаточно высокая симметрия или слабая очень да опять магнитный момент по полю даже при малом поле выстраивать а вот когда у вас симметрия низкая и магнитное поле слабые все момент может вообще быть заморожен либо он может как-то странным образом быть ориентирован при поле произвольного направления ведь его для этих состояний еще раз я вернусь магнитный момент либо вверх либо вниз смотрит что означает выключите магнитное поле скажем ориентированное в плоскости xy ну тогда этот момент вообще не за куда ему выстроиться туда или сюда чуть-чуть отклоните он сразу выстроиться причем смогу сколь угодно хоть там на сотую миллионную долю радианов клонили поле в направлении положительным оси z все магнитный момент этот бак сразу по оси z выстроиться вверх чуть-чуть месяц плане он перевернется вниз выстроиться очень интересное состояние из инверской ну повторяем эту стать вообще магнитный момент заборожен вот такая картинка где мы показали как реально кристаллическое поле работает так раз как реально симметрия работают кристаллического поля как реально сила кристаллического поля и более в сравнении например вот с магнитным моментов ну и кроме того ведь им еще реализовали такую экспериментальную как бы ситуацию когда мы контролируем состояние по электронам с помощью магнитного поля все до сегодня